Мы снимаем без нарезки, без монтажа, чтобы нам потом не сказали, что мы манипулируем или что-то делаем. Если тебе надо будет поговорить про что-то личное, мы скажем, что запись останавливается, нажимаем паузу, ты там говоришь пароли, явки, государственные тайны, где спрятал миллион долларов, и мы туда выезжаем сами. Нема миллиона долларов? Это как в фильме, вот это, кстати, фильм ваш, бабло называется, смотрел? Не? Там, где два грузина бабки сперли, короче, с чемодан, там миллион долларов, и такие, алло, вахра, нам не нужны эти ваши криши-миши, мы начинаем новую жизнь. Ну, потом их поймали. Менты, потом мент этот миллион взял, куда-то с ним поехал. Ну, что, нормальный фильм. Про вашу жизнь. Все, давай. Моторры? Это самое. Вы даете добровольное согласие на запись этого интервью и на его публикацию? Да. Чего вы так задумались? Вы же только что сказали нам, что будем разговаривать. Да-да-да. 15 уже интервью вы дали, да? Или сколько вы говорили? 15, да. А? Телевидение уже вас снимало, да, и все проще? Да там все было. Ну, вы уже в СБУ, в контрразведку. Я не знаю. В СБУ, контрразведка, потому что они до своего архива как-то там записывают. Я не знаю, а мы, то публикуем. Ну, я был, у меня в Ромнах снимали, в Полтаве. Нет, журналисты имеют телевидение. В Ромнах, Киеве, Полтаве. Мы не будем говорить город, где мы находимся, окей? Когда будете разговаривать по телефону, мы не будем говорить. Представьте, пожалуйста, как вас зовут? Расим. Ну, и Полтаве все, если можно. Тагеев Расим Сабирович. Число, месяц, год рождения? 2009, 2005, 1989 года. А откуда вы? Город Омск. Омск. Ну, родился. А по национальности вы? Лизгин. Вы не русский? Нет. Нет. Я просто спрашиваю, потому что многие это обобщают. Я лизгин и я русский. Вы лизгин, лизгин? Лизгин. Лизгин. Лизгины, они где территориально? В Дагестане. В Дагестане проживают? Ага. Ну, в Дагестане. А, в Дагестане очень много национальностей тоже проживают, да? 33 нации, да. 33 нации. А в Дагестане? В Республике. В Республике. А что, большая республика? Да. А враждуют между собой нацией? Нет. Меня нормально сажировут, да? Я понял. Расскажите, как вы попали в Украину? Звание должности. Да, звание должности части. Капитан, коммунирование. Войсковая часть 50, 80, 90, 80. Все. Расскажите, как попали в Украину, когда и что происходило? Ну, общую историю. Ну, заехали 25-го февраля. Февраля? Да. Зналишь, куда едете? Нет. Ну, как это? Капитан, командир роты, вы не знаете? Ну, у нас было вообще учение. Учение. Солдаты говорят про учение. Вы что, капитан, командир роты. Ну, учение, учение есть учение. Угу. Поехали. Сколько у вас подчинений было людей? 33. А, я все забываю, что танковая рота, это очень маленькое количество людей. 10 танков, да? 10 танков. 10 танков. Ого. Ну, заехали вы в Украину и дальше что было? Ну, был марш и все. Попало под обстрел. А где? В Прилуках. В Прилуках. А, ну это... Чернеевская область. Нет, ну, Сумская, по идее. Это не доезжая до Киева, там, сколько? 50 километров. Ну, чуть больше, ну, неважно. Попал под обстрел. Танки сожгли. Были 200-е, 300-е. Много из роты погибло вообще людей? Да. Ну, примерно, я не знаю. Ну, кто плен попал? Кто-то в 100-е. Кто-то в 200-е. Вы заходили, колонна большая была? Ну, полк целый. Это сколько? 50 машин. Мы не понимаем, мы журналисты. Ну, как вам сказать? Ну, полк... Ну, порядка 70 машин. 70 машин. И вся колонна попала под обстрел. Да. И вот... А, вот что интересно. Вы все это время ехали, вот вы говорите, маршем, да? Ничего не было, да, вообще? Просто ехали себе и все. Ну, заехали в линейку, проехали и до Прилуг. Ну, были авиаудары в Романах. Это 26-го. 26-го. Да, и 27-го уже полный. Цел по полному. А вы себе как-то пытались объяснять, что вы делаете вообще в Украине? Зачем в этом все это происходит? Ну, спецоперации, как же, по телевизору смотрят все рассказывают, контрразведка, СБУ. Не-не, да это потом уже. Я имею в виду, вы когда ехали вообще, у вас уже были мысли какие-то, что... Чего мы сюда вообще едем? Зачем? Ну, узнали только здесь. А вы сами об этом что-то думали? Нет. Вообще нет. Еду по чужой стране, да и еду себе, да? Обстреливают, да и обстреливают. Ну, мы же люди военные, дали команду, поехали, все. А еще раз бы поехали? А еще раз бы поехали? Нет. Ну, вы же люди военные. Дали бы команду, и еще раз бы поехали, наверное. Ну, вот вас сейчас отменяют. Я думаю, больше не отправят. Чего? Не знаю. В Украину бы не поехали, а в Белоруссию. Тогда тоже не поехал. А как бы вы сказали, вы офицер, он бы говорят, стройся по машинам. В Украину? Да. Или в чем здесь в Минск вообще? В Украину еще раз. Ну, некоторые офицеры там рапорт пишут, что уставка. Ага. Ну, короче, вы бы не поехали во второй раз, я так понимаю. Почему бы не поехали? Что вас так смущает? Нормально, что я вроде спецоперация там. Понимаете, здесь, ну, какая разница, напали бы, например, на Россию, да, на Украину. В Украину, где там заехали люди, да, то же самое. Здесь погибают люди, мирные жители. Да. Зачем мне там не надо? У меня тоже есть семья. Да. Да, это мы понимаем. Ну, просто плохо, что вы это понимаете только после того, как вы попадаете в плен. А так никто ничего не понимает. Странно. Коломна ехала 70 машин. Все доехали? Или что-то? Ну, техника ломалась. Потом. Много ломалась? Ну, где-то порядка 10-15 машин. А, всего лишь. 15%. А из ваших 10-ти вообще все доехали там? Три не доехало. А, три не доехало, все. Это нормально. Для второй армии мира это, я вам скажу, это шикарный показатель. Ну, обычно просто доезжает из 9-1 или из 10-2, вот такие вот вы слышали истории. Мы уже просто поговорили более чем с 200-ми вашими... Да, ну, мы узнаем уже все истории со всех сторон, поэтому тут у нас... С очень большой вероятностью мы с вашими подчиненными, скорее всего. А вы чувствуете, верно, себе ответственность, чтобы погибло столько парней, и в том числе и тех, которые... Ну, конечно, я как командир рота тоже ответственность несу, мне даже надо приехать, все равно у меня родители будут там приезжать, беседовать, мне же надо на глаза посмотреть, закажем погибшего человека, подчиненного. Ну, и когда вы будете смотреть им в глаза, у вас будет, как бы, ответ такой, был приказ, да? Ну, что сказать, люди военные. Люди военные, был приказ, да. Вы стреляли из своего танка? Нет. А из вашей роты? Нет. Вопрос, который задают все подписчики, если вы не стреляли и все остальные не стреляли, то кто разрушил наши города? Ну, я вот был в СБУ, контрразведке, там все говорят, что авиаудары и артиллеристы. Такое ощущение, что российские танки и колонны заезжают, чтобы покататься или глядаться. Ну, понимаете, сейчас, да, сейчас может быть стреляют, да, танки, а это мы только заехали, и никакого там обстрела, да, там, конфликта там между собой не было, понимаете. У нас был марш, и все ехали, там, никто не думал то, что такое будет, понимаете. Нет, никто не думал, никто, может, и не думал, но приказ-то был же, наверное, какой-то что-то делать, а не просто ехать. Вас обстрелят, вы просто едете? Ну, обстрел был, тоже там некоторые ответку давали, ну, развернулись, и, понимаете, там и авиаудары уже были, нет, авиаудары были уже. Я понял, ну, ладно, мы же не детекторы лужи, просто сначала, как бы, не стреляли, потом, получается, ответку давали, сейчас еще пару часов поговорим, и получится. Нет, ну, там, в порядке счастья есть история, но кто-то же стрелял, понимаете. У нас просто много городов и сел вообще нет, там, где не было авиации даже, их нет, и вот этот вопрос, кто стрелял, покажите хоть одного человека, который... Ну, с одной стороны, я могу показать видео, где российский танк в оккупированных городах просто ездят по машинам, переезжают гражданские машины, просто развлекаются таким образом. Нет, подождите, если, например, в нас, например, стреляют, да, ну, в ответку уже должен кто-то давать, правильно, просто тупо же стоять. Ну, да, мы задали простой вопрос, вы стреляли? Нет. А в ответку, получается, стреляли? Мы не спрашиваем, в ответку, или нет, вообще просто стреляли, не стреляли? Я лично нет. Понял, все. Давай позвоним. Пока не отвечают. А, не отвечают? А ты, типа, списываться пытаешься? Я списался. Так, давай звонить, просто напрямую дозвонить, да и все, может, и не ответил еще, кто знает. Так, позвоним сразу, да и все. А вы разговаривали с домом уже? Месяца два назад. Месяца два говорили, да? Нет. Чего-то не берут трубку, да? Да, да. Это какой номер звоните? На первый. Есть. Давай. Это мама, да, ваша? Нет, супруг был. Алло. Алло. Да, добрый день, меня зовут Владимир, я журналист из Украины. Ваш супруг в плену находится в Украине, вы знаете, да, об этом? Да. Вы хотите с ним поговорить? Да. Разговор под запись для публикации, я должен вас об этом предупредить. Вы услышали? Да. Передаю трубочку. Здравствуй, родная. Привет. Как дела? Все хорошо, ты как? Вы поближе, да, говорите, потому что... Да же, здоров, все с тобой хорошо. Да. Ты меня видишь, нет? Как дети? Так, так что? Сейчас. Да, очень просто. Да, что-то тихо. Все нормально? Да, ну, призрачен. Как здоровье? Хорошо, здоровье. Все хорошо, все нормально. Жду обмена, скоро буду. Все хорошо, все нормально. Покажи. Отношения. Нормально. Дети где? Будешь разговаривать? Да, 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 конечно. Девочки. У вас двое дочек, да? Две дочек, да. Привет, радость моя, как дела? Хорошо. Че делаешь? Чем занимаетесь? Как здоровье? Давай, мальчик спорю. Папа, соскучился по вам. Я думаю. Как тебе? Скоро буду. Только не плачь, давай. Давай. Вадим, Лена. Привет, родная. Как дела? Я так рада тебя видеть. Я тоже рада смею. Как дела? Все хорошо, все нормально. У вас как дела? Нормально. Ждите, папа скоро будет. Все. Целую, обнимаю. Можно вопросик один задать? Ну. Да пусть еще говорят. Не, ну так уже прощаются, если еще так. Я хотел угадать вопрос. Пока скажи. Коля приехал, нет? Да, радостно. Да, да, пошли по мелкому. Просто скажи, пока еще. Скоро буду, радостно. Коля приехал. Коля приехал? Мы тебя очень ждем и любим. Я тоже вас люблю. Так, тебе кто-нибудь помогает? А мне? Нет. Да, все хорошо. У нас все хорошо. У нас не переживайте. Главное, чтобы ты скринял нос. У тебя очень хорошо. У тебя все очень переживает. Все хорошо, все нормально, не переживайте. Главное, чтобы у вас было хорошо. Родители как? Относительно нормально. Тоже от меня большой привет передай. Продолжение следует. У меня есть возможность родителям позвонить? Да, можно я вопрос задам? Да, конечно. Добрый день, меня зовут Владимир. Я с вами уже разговаривал, так что. Можно вам вопрос? Да. Вы поддерживаете спецоперацию? Нет. Нет? Удивительно. Редко такое услышишь. Ну, для меня самое главное, чтобы мой супруг был дома со своими людьми. Нет, а супруг ваш будет дома. Супругу вашему ничего не угрожает, он же у этих самых... Ну, слушайте, я не политик. Да, я пошла. Он мне такие вопросы задавает, понимаете? Нет, слушайте. Ни мои компетенции не есть. Смотрите, смотрите, я же вас про компетенцию не спрашиваю, про политику тоже не спрашиваю. Просто вот вы говорите со своим мужем, да? Ваш муж живет. Я не могу ответить на ваш вопрос. А другие уже погибли. А другие уже погибли. И у нас многие вот тоже погибли. Многие не увидят своих детей, не увидят своих жен. И это все, это называется ваша спецоперация. И я всего лишь спрашиваю, вы это все поддерживаете или нет? Ну, это не моя спецоперация, начнем с этого. Ну, она сказала, нет. И я к ней никакого отношения не имею. А я понял, я же... Я обычный гражданский человек. И к этой спецоперации никакого отношения лично я не имею. Хорошо, все, спасибо. Не буду давать на такие вопросы. Вы телефон узнаете? Пусть напишет, если вы не знаете. Что бы мы набрали? Можно ручку? Так пусть напишет в WhatsApp, когда вы заберете. Напиши в WhatsApp и Бабушкин номер. Хорошо? Ладно, радость моя. Люблю, целую. Родителям позвони, скажи, все хорошо. Сделай скрин и отправь. Видео увидите на YouTube. Чтобы вы живы, здоровы. Да и так она все уже увидела. Ну, еще посмотрит на YouTube дальше. Ладно, сделай скрин и родителям отправь, давай. Ну, еще, звони. Перекли тебя, пожалуйста. Давай. Все? А вы имеете отношение к спецоперации? Вот ваша жена не имеет отношение к спецоперации. А вы имеете отношение к спецоперации? Ну, когда заехали? Или сейчас? Да вообще. Нет. Не имеете? То есть вы зашли, как командир роты, в чужую страну, на танках. И вы не имеете отношения к спецоперации? Ну, понимаете, как вам сказать это? Как есть. Интересна ваша психология, ваше мышление. Я же говорю, мы для государства. Я ничего скрывать не собираюсь, да. Вот я беседу со своими бойцами, да. Если они знали бы, мы, егид, не поехали бы. Я понял. Как незнающие вы имеете отношение к спецоперации? Нет. Ну, как же нет, вы зашли, смотрите, давайте перестанем, да, эту ситуацию. Вот сейчас у нас президент объявляет какую-то спецоперацию. Мы заезжаем к вам в Омск или там в Дагестан, да, где живут ваши люди. Приезжают танки, бомбит артиллерия, бомбит авиация, погибают люди, погибают мирные жители. Вы, журналист, общаетесь со мной, да, который приехал к вам на танки. И вы меня спрашиваете, вы имеете к этому отношение? Я говорю, нет. Я просто приехал покататься к вам. Я не знал вообще, что вы хотите. Некоторые имели, но некоторые не знали даже. Да я понял. Вы можете не знать. Вы можете не знать, но как вы можете отрицать того, что вы даже по незнанке, но все равно к ней имеете отношение? Вот что меня интересует. Ну, на данный момент уже, ну, уже знаю то, что вот, что происходит, ну, произошло, что происходит. Мы еще хотим куда-то звонить? Да, мы уже звоним. Давай звонить. Это просто... Вам, наверное, надо прочувствовать то, что мы прочувствовали, чтобы вы, ну, поняли вообще, что происходит. Алло, добрый день. Это ваша мама, да? Брат. Брат. Здравствуйте. Меня зовут Владимир, я из Украины. С братом хотите поговорить? Давайте видео включим. Мам, здравствуй. Здравствуйте. Добрый день, меня зовут Владимир, я журналист из Украины. Хотите поговорить с сыном? Да, я хочу. Этот разговор записывается и потом будет опубликован, я вас предупреждаю. Вы услышали? Хорошо. Держите. Салам алейкум. Только по-русски, пожалуйста. Я салим тебя, мама. Как вы хоть поживаете? Нормально, хорошо. У меня тоже все хорошо, мам. Не переживайте, скоро буду дома. Чай, мама. Ты как? Как в твое здоровье? Нормально, все хорошо. Папа, как? Побожка, как? Хорошо. Хорошо, мам, одев. Все будет нормально, родственники. Чай, мам, одев. На русском языке мы закончим. Хорошо, мам, ладно. Вопрос хотел. Давай, чай, папа. Да. Сейчас подожди, мам. Давай. Добрый, я журналист, можно вам вопрос задать? Да, я служаю. Вы поддерживаете спецоперацию в Украине? Ну, знаете, не знаю, что вам сказать. Ну, я бы спросил простую вещь, исходя из того, что ваш сын сейчас в Украине, в плену, сидит в тюрьме. И есть вопрос. Вы как мать поддерживаете то, что происходит, то, что вы называете спецоперацией, и то, что ваш сын участвовал в этой спецоперации? Ну, знаете, я, конечно, против войны, но все против войны. Кто войны-то хочет? Я не знаю, я же вот и хочу разобраться. Мы, украинцы, не хотим 100%. Повторите, пожалуйста. Не хотели, конечно, войны. Войны не хотели, а спецоперацию. Что вам сказать? А это война или спецоперация? Да не знаю, я понятия не имею. Вы видели... Ну, война получается. Ну, получается война. Вы видели наши города, которых нет? Ну, правда говоря, у нас ревизоры не работают. А интернет у вас есть? Есть, мы по интернету говорим. Ну, мы... Да, получается, да. На вот этом канале, на котором будет выложено интервью с вашим сыном, есть разбомбленный Чернигов, разбомбленный Харьков. В телеграме посмотрите Мариуполь, которого нету, Херсон и еще сотни городов, которые ваши дети пришли и уничтожили. Ну, понимаете, он же с первых дней попал в плен, но он же не участвовал. Мы общались и с теми, кто попал в плен на прошлой неделе, и все три месяца воевал. И все говорят, мы не стреляли. Там они предельные претензии к сыру. Да, то есть тут я услышал то, что хотел услышать. Зрители тоже услышат. У вас страна рабов, которые боятся говорить то, что есть на самом деле, потому что вы все боитесь. Извините за выражение, за прямоту. Просто 200 человек, 200 мам, 200 жен. И никто политикой не занимается, никто ей не интересуется. Но ваши дети, ваши мужья сидят у нас в тюрьмах. Вот он. Три месяца. И за три месяца его не поменяли. Почему? Не знаю. Да потому что ответ прост. Он никому не нужен. Вот все просто. А если бы он был кадыровцем, его бы поменяли за день. А вы будете сидеть дома себе спокойненько и ждать, когда он поменяется. Может вы будете что-то делать уже у себя там? Это так просто уже. Отвлеченная тема. Я понимаю, что вы этого делать не будете, потому что вы всего боитесь. Спасибо за ваш ответ. Поговорите еще. Ладно, мам, пока. Да. Давай, мама, я тебя целую. Жду. Давай, все. До свидания. До свидания. Тут же понимаете, какая глобальная история? Это не война. Это не спецоперация. Политикой никто не интересуется. Что у нас происходит? Вы тоже не участвуете в спецоперации. То есть вы офицер, у вас высшее образование. И вы говорите, я не участвую в спецоперации. Я к ней никак не имею отношения. Ну мы, казалось, заехали, но никакого там обстрела, ничего не было. Смотрите, спецоперации, это много всяких действий. Вы колесико в этой большой спецоперации. И вы колесико говорите, что вы не колесико. Что вы тогда делаете? С первого дня, если мы знали бы, как заехать в Украину, если нам сказали бы, довели бы приказ какой-нибудь. Вам довели приказ на Киев. Приказ был марш совершить. И все. В чужой стране марш совершить. В чужой стране марш совершить. У нас вооруженные силы, они будут вас стрелять. Поймите, вот заехали в Украину. Вы видели украинские машины? Нет, не было до этого времени. Города видели какие-то. Знаки все убрали, правильно? Вы проезжали рамны. Вы хотите сказать, что вы не видели ни одной украинской машины с украинскими номерами? Ну я же через город не проезжал. То есть вы хотите сказать, что за все это время вы не видели, вы не понимали, что вы находитесь в нижней стране? Я понял, когда уже авиаудар пошел по колонии за рамнами, когда вы уже стояли. Ну когда вас начали бомбить. Потом уже понял то, что что-то пошло не так. Ну все, я же говорю, ничего не скрываю. Мы верим, потому что у нас, вы так говорите, значит так и есть. Тогда резонный вопрос другой. Вы офицер, капитан, оцените действия вашего командования. Ну команду я не могу, командир есть командир. Как вот командир скажет, так и будем делать. Правильно. А преступный приказ есть у вас в уставе? Нам уже ваши пленные рассказывали. Ну пока у меня не было преступного приказа. Страхаться на чужую страну это не преступный приказ? Ну он не знал. Причем здесь это, это непреступный приказ, уже пост пакту. Да, потом. А, да, да. Ну получается, преступный приказ. Тогда оцените действия командира. Предыдущий вопрос. Я не могу от этого решения принимать за командира. Ну понятно. Нам очень повезло, что интеллектуальный уровень российских офицеров именно такой. Единственное, чем я могу закончить это интервью. Потому что это тоже правда. Да, мы пожелаете что-то вашим согражданам, россиянам, если хотите, если можете. Ну что сказать, если у человека есть голова, мозги, он подумает, стоит ли ехать или нет. Предполагаем, у человека есть. У россиянина, который сейчас смотрит, отставь кофе, чай, солдат этот. У него есть мозги. Что ему сделать? Не ехать и все. Ну как? Ну вы тоже такими вопросами задаете, да, если вот сейчас дадут команду, да, дают команду там, построиться, все, вперед. Что? Ну, люди военные, но надо как-то приказ выполнить. То есть все равно все приедут? Сколько у вас еще может сюда приедать? Слушай, так у вас Конституция осуждается. Я не могу на это, я откуда знаю, сколько может. Ну сколько дадут команду, мне сколько приедет, ну что я могу сказать? Я понимаю, что... А как у вас называется ведомство? Ну вот вы в составе... Министерство обороны, да? Да, Минобороны. Минобороны. Обороны слово говорит? Или это нападение уже? Нет, Министерство обороны Российской Федерации. Так переименуйте его тогда, товарищи из России. Или вы, ну понятно, что вы не товарищи. Напишите, Министерство обороны Российской Федерации. Тогда все в этом мире будут знать, кто вы. Не, вы вообще понимаете, зачем мы эти интервью делали? Да? Для чего? Ну, чтобы люди понимали, знали. Это правильный ответ, как в игре. Но только понимаете, люди понимают, знают, но вы не даете решение, ключ. Я вам задаю вопрос, дайте солдатам, чтобы их не закопали в Украине в землю, что им сделать, чтобы не приехать сюда? А вы говорите, будет приказ, сколько надо, столько и приедет. Понимаете? 140 миллионов мы можем закопать. Вы мне такой вопрос задаете, что я сейчас могу сделать? Вы ничего не сделаете, вы сейчас можете ждать обмен, который я не понимаю, почему за три месяца цельного офицера не поменяли. Значит, это решение такое принято, не меняйте все же. И вы как нормальный офицер, у меня есть мирно, буду сидеть 20 лет, как военный преступник. Почему? Поменяет, поменяет, не поменяет, ну что я сделал? Не поменяет, буду сидеть 20 лет. Буду ждать, пока поменяю. Неправильно вообще, ну я бы по-другому делал. Я бы обратился, рассказал, что я тут уже 100 дней. Я обращался уже. Когда? В Мерси 2 назад делаю. Через что? Мы понимаем, что результата нету, раз мы с вами разговариваем. Нет, тоже приезжали журналисты, тоже есть обращение, ну да, побыстрее поменять там. Жду очередь. Все, понятно. Ну что, все, деда, ну окей. Я. Пусть все, что мы хотим. Мы просто задаем простые, ну ты это самое, ты приехал на танки, ты даже не можешь сказать объяснить, что да, я приехал на танки, значит я здесь участвую. Ну вот и долбанул ты в этот раз. Ну и все. Типа, ну что, что еще у тебя уже скажу. К тебе лично претензий нет. Слава богу, что тебя 100 дней назад поймали и ты никого не убил. Да, нет, немножко. В этом твой бонус. Плохо, наверное, что там тебя не убили, потому что я бы не сожалел ни грамот, потому что ты оккупант. Ты приехал убивать наших людей, наших граждан. Ну и простой вопрос, посоветуй, что они будут своим, чтобы они сюда не ехали, пусть едут. Я уже, знаете, раз 10 же сказал, что не езжайте сюда, да, там, здесь убивают. Ты отдыши это говоришь искренне или как-то это? Ты говоришь, что это так надо? Нет, я говорю, отдыши, вот искренне. Я уже всем камерам, можете в Ютубе там набрать, да, в Гамны, в Полтаве, в Киеве, сколько можно говорить одно и то же самое. Ну понятно. Ну можете, я вот... Да не, ну понятно, ты именно чистый военный, короче. Сидеть буду сидеть. У тебя реально появилась возможность еще раз обратиться к своим, назвать командиров, тех, кто тебя подставил, еще что-то сделать, качнуть ситуацию, ты типа, ну, буду сидеть. Ну, сиди, значит, я покайфую. Кормят нормально. Не по кайфу, ну... Че я, сведе, я не буду даже плакать там, нынь. А, не, не, плакать, нынь. Плакать не надо. Тысяча человек тут почти сидят, правильно? Да, сидят это самое. Тут и там, и везде, и много у вас есть сидит, и... У нас список готовый на обмен, что мы вас хотим отдать туда, забрать своих. А, сейчас вот перед тобой буквально мы разговаривали с человеком. Человек говорит, что мама, мама его говорит ему по телефону, что она возила там какой-то биоматериал сдавать, чтобы его опознали, что он убитый. А он сидит перед нами. Тоже бывали такие моменты. Товарищ у нас сидел, и по видео звонит. Убеди. Мама вот так. Может, ей плохо стало, но она упала, потом ее подняли, и нам дали в списке то, что ты погиб. Так, у нас тоже было две повестки, два извещения. По-разному, мужики. Ну, что я сделал? Ну, пойдем. Ван, спасибо вам. Я очень рад. За это. И этот. Вы просто в видео идете регаттировать? Не будем регаттировать, потому что мы не нарезаем, чтобы потом Маша Скобеева не сказала, что это нарезка. Вот как нам нарезают в России, понимаешь? Нам не Машу скрывать. Нам нечего скрывать. Спасибо, Маши. Да, нормально. Проходите. Спасибо.